Залить весь город план администрации Новосибирска. Речь, конечно, о ледовых катках. В этом году они появятся во всех районах города. В каждом парке, так же, как и горки и елки. Самый большой у оперного театра пока закрыт для посетителей. Почему, выяснил Александр Шпак. Нарядная елка притягивает взгляды прохожих. За сутки сотни селфи-фотосессий. А позади тихая кропотливая работа строительства главного катка Новосибирской области. Художник-архитектор Денис Шведюк сперва создал проект на бумаге. Изящное обрамление и арки подстать на вату. Теперь вырезает их изо льда. Реакция с самого начала, как только появляется просто первый кусочек льда. Позитивная какая, всегда позитивная. Всегда только спасибо говорят за вот эту вот всю красоту, которую мы делаем. Художники, резчики, строители. От их труда зависит настроение новосибирцев, считает архитектор. Пока что лед закрыт. Мастера управятся к пятнице. Но нашей съемочной группе позволили прокатиться. Лично я коньки не надевал с самого детства. И как-то я не планировал. Но теперь понимаю, что многое упустил. Ведь это очень весело. Даже если иногда больно. Грядущие новогодние выходные – отличный повод встать на коньки. В очередной раз или впервые. Активный отдых повышает иммунитет. Тем более, что из-за ковида у горожан немного альтернатив. Мы готовы всегда. Вы знаете, что у нас всегда прописаны программы. На случай называется. А вдруг случится чудо, и мы загадаем все желания, и у нас закончится пандемия. Мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому массовых гуляний не будет. В этом году катков и горок в городе будет в два раза больше, чем раньше. В каждом парке и сквере можно будет прокатиться с ветерком под залпы фейерверков. Как говорит архитектор Денис Шведюк, лед будет работать. То есть, блистать, отражая свет гирлянд и новогодних улыбок. Александр Шпак, Борис Гладких, Новости ОТС.